Вот сейчас у нас по расписанию уже третий урок, и, кстати говоря, мой самый любимый. Хотя рисовать я в школе никогда не умела, но мне всегда почему-то ставили пятерки, не знаю почему. Но сегодня я чувствую себя как первоклассница, вот рядом со мной сидит мой преподаватель, который будет меня учить совершенно новой для меня технике. Александра Лоц, Александра. Вот у нас есть кисточки, да? А есть вот такие вот... Что, это шило, да? Это шило, да. И мы будем шилом рисовать. Мы сначала начнем с кистей, потом возьмем шило, но еще раньше нам нужно убрать с поверхности воды газету. Газета прикрывает нашу воду от пыли, пока мы не рисуем. Мы убираем, и водичка готова уже к тому, чтобы начать на ней рисовать. Начинается все с того. А может сложно? Насколько это сложно? Скажите мне сразу. Эбру это одновременно и очень легко, и в то же время сложно. Чтобы сделать какие-то абстрактные рисунки, нам не нужно владеть какой-то определенной техникой, все достаточно просто и понятно. Нам нужно просто разбрызгать краску по поверхности. Но чтобы эти абстрактные рисунки превратились уже в какие-то сюжетные вещи, нужен большой опыт. Хорошо. То есть я вот так тоже могу сделать? Я предлагаю вам тоже взять, размешать красочку, стряхнуть первую капельку, чтобы она была не тяжелая, и начать стучать по ручке. Мы заполним верхнюю часть синей краской. Это будет у нас небо. А я дальше продолжу. Хорошо, давайте. Насколько я знаю, это откуда-то с Древнего Востока, да, пошла эта технология рисования? Я по-моему не стучу. В Россию Эбру пришла в 2007 году из Турции, а вообще это очень древняя, действительно, восточная техника. Пробуйте кисточкой вниз стучать. Мне кажется, что у меня немного не вниз получается. Ручку мы фиксируем, она у нас в одном положении, а кисточкой стучим по руке. Работает одна кисть. Сейчас я попробую здесь порисовать немного, а мы уже в следующем эфире включимся и с вами посмотрим, что из этого получится. И немного нам Александр расскажет про фестиваль Эбру, который пройдет в Красноярске 10 сентября. Студия вам в слово.